Стрельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? Первая карта для вас это пятерка мечей. Какая-то ситуация, проблема от вас ушла. Она уже показывает, что в прошлом. Но почему-то вы еще стоите на страже в порядке. У вас, может быть, эти не те страхи, когда вы должны переживать. Это у вас в голове вот эти страхи происходят. Вот в начале месяца постарайтесь это отпускать. Вот можете начать месяц спокойно, потому что ситуация осталась в прошлом. Но вы как-то не можете это отпускать. Давайте посмотрим следующая карта, о чем она говорит. У нас карта мира. Сохраните свой внутренний мир. Постарайтесь дать себе возможности не разрушать себя. Здесь вы можете сами из-за каких-то прошлых ситуаций, из прошлых отношений, да, вы сами можете себя, знаете, мысли дать такие негативные, когда у вас рушится сам ваш мир. Здесь нужно все-таки сохранить, да, дать себе возможности, может, начать чего-то нового, да, постараться дать себе возможности доверять еще раз. Не все так плохо, да, если после предательства вы все до сих пор переживаете. Давайте посмотрим следующая карта. Верховный жрец. Вера в себя. У вас нету веры в себя. Вы очень сильно сомневаетесь в себя. Дайте себе возможности, что вы уверены в себе. Может, для некоторых, да, я, если не справиться, может, брать какой-то для себя как наставника, да, может, с кем-то пообщаться, может, некоторые для того, чтобы вышли из этого состояния, да, вот, понять, что все, ваша ситуация в прошлом, она вас до сих пор не касается, то вы можете, да, может, кому-то не хватает веры, да, может, кому-то, может, в чем вере, да, где-то там, ну, обращаться, да, для того, чтобы вы понимали, что все у вас в прошлом, да, дать себе возможность доверять, как я сказала, довериться еще раз кому-то. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Тройка Пентакли. Знаете, здесь это обучение новых каких-то знаний. Здесь повышение квалификации. Здесь, может быть, вот те знания, которые вы на сегодняшний день имеете, вы можете кому-то преподавать, да, и благодаря этому вы тоже приобретете какие-то возможности, может, какие-то финансы, да, но это середина месяца, это тот месяц, когда вы можете чем-то дополнительно тоже заниматься, может, чем-то, да, добавить свои, чем вы знаете, да, еще может брать какой-то для себя, может, какой-то курс, да, чтобы вы более, да, опытного, ну, как мастера быть. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине месяца. Это карта Волшебника. Знаете, я хочу сказать, что эта карта может быть двояка. Эта карта еще говорит о том, что вы мастера. Вы знаете уже, куда вы идете. Вы знаете, чего вы хотите. Вы знаете, какие цели себе поставить, да, уже. Знаете, у вас есть возможности, да, делать какие-то шаги вперед. Но эта карта, хочу сказать для некоторых, что здесь еще может быть магическое воздействие. Может, кто-то почему так сильно переживает, что может, есть защита, да, здесь может быть обращение к мастеру, да, здесь к наставнику. И здесь у вас переживание, чтобы у вас опять не были вот эти нападки, да. Здесь может быть то, что вы переживаете, что опять, чтобы не обновили, да, работу. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. Это Паш Пентакли. Вложение в себя. Вложение в своих знаний. Обретение своих знаний. Знаете, это вложиться всегда, всегда можно в себя, да. Вот вы хотите потратить каких-то финансов, да, в чем-то, да, для того, чтобы вы в будущем собирали какие-то финансы. Но вы можете это спокойно делать, потому что это тот период, когда Высшая Сила дает, чтобы вы делали эти действия, чтобы вы не остановились, а поверили, что вы можете это сделать. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это карта Тройка Кубков. Для некоторых может быть в конце, может быть приглашение на каких-то мероприятий, мероприятий, каких-то праздник, какие-то дей рождения, да. Но здесь будет у вас, знаете, праздник даже, может, на душе. Вы сами можете себе вот в конце месяца строить этот праздник. У вас может быть такое ощущение, что у вас есть уверенность, у вас все это получится, я хочу это сделать, да, я хочу быть счастлив, счастлив, счастлива. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта Туз Жезлов. Стремитесь к чему вы хотите. Стремитесь, если вы хотите улучшить ваших отношений. Стремитесь, если вы хотите получать какое-то обучение. Если вы хотите, может, для некоторых это покупка машины, покупка дома, квартиры. Но это только в ваших руках, да. Высшие силы под конец месяца дают вам возможности, чтобы вы этот жезл держали в руках, чтобы вы стремились к чему вы хотите, к чему вы желаете, для того, чтобы это желание у вас исполнилось. Давайте посмотрим карта совета. И что вам высшие силы советуют вам на протяжении всего месяца. Десятка кубков. Радоваться. Вы должны понимать, что радуга вот на протяжении всего месяца, она будет на вашем голове. И даже если вы переживаете, что что-то в прошлом, да, случилось, и до сих пор вы пока не можете отпускать, вы должны понимать, всегда после дождя выходит радуга, всегда после дождя выходит солнце. Вы должны настроиться на позитиве. Вы должны понимать, что бывает и падение, и взлёды в жизни, да, и бывают и испытания для того, чтобы мы стали другими. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать, подписываемся на YouTube-канале.